Вода по вечерам, троллейбусы в часы пик, сокращенный день в госучреждениях, дополнительная неделя каникул для школьников. Новые правила вводятся как минимум до 30 ноября. Что думают горожане? Как они включаются в режим экономии? Наш опрос на улицах города. Как относитесь к тому, что из-за чрезвычайной экономической ситуации продлили каникулы? С одной стороны весело, что каникулы будут идти дольше, а так не особо то, что вот так в стране все происходит. Ну а почувствовали, что вот проблемы там с водой? Да, это да, и троллейбусы, и вода, да. А троллейбусы как? Тяжело добираться? Идут намного реже. Раньше они шли типа каждые 10 минут, сейчас уже реже намного. Но добраться-то все равно можно? Ну добраться можно. На троллейбусах пешком без разницы. Батареи чуть похолодели, но в комнате в принципе нормально. Грустненько, но ничего, будем как-то переживать эти моменты. Выдержим? Конечно, выдержим. Ну как можно по-вашему экономить по-другому? Ну а как экономить? Ну как, ну на одной комфорте там сваришь, там что. Ну что, свет что, ну у меня одна лампочка горит все время, я ей. Экономите, да? Ну конечно, а что делать? Я же говорю, чтобы еще хуже не было. Или вода льется целые сутки напролет, или вечером. Ну нормально, мы понимаем все это. А с троллейбусами что, тяжело добираться? Ну да, добираться, да. Ну и что, ну это вынужденная мера. Я никого не осуждаю, я это все прекрасно понимаю. Я сам водитель работаю с утра до вечера, я прихожу вечером. Вода есть. Вода есть. Тепло есть. Все хорошо. А троллейбус пока сегодня ходили хорошо. Не было. Перебоев нет? Не было перебоев сегодня. С утра, пока ехали на работу, не было перебоев. Не знаю, как будет дальнейшее. Вынужденная мера, никто не спорит. Вечером надо водичку теплую давать, чтобы и детей помыть, и в школу забрать на второй день. И все нормально будет. И все будет нормально. Надеемся на лучшее.